Грядут новые изменения на топливном рынке. Парламент Молдовы сегодня утвердил в первом чтении проект новых поправок, который предполагает, что Национальное агентство по регулированию в энергетике будет устанавливать максимальные цены на розничную торговлю на основании действующей методологии расчёта цен. Максимальная стоимость бензина А-95 и дизельного топлива ежедневно будет обнародована на сайте Наре. Проект поддержали 57 законотворцев от партии Действия и Солидарность. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов, как и фракция ШУР, голосовать по поводу внесения поправок в закон о нефтепродуктах не стали. По словам авторов проекта закона, если инициатива пройдёт и второе чтение, тогда нынешние пробелы в законодательстве удастся устранить, а ситуация на топливном рынке стабилизируется. Этим проектом предполагается устранение упущений всех недостатков в законе, которые и спровоцировали различные риски. Также проект поправок предполагает, что в случае необходимости Национальное агентство по регулированию в энергетике сможет вносить корректировки в маржу. По мнению авторов законопроекта, как следствие, оптовая торговля нефтепродуктами станет свободной, а с розничной продажей бензина, дизеля и сжиженного газа не возникнет проблем. Так мы сможем устранить серьёзное упущение. Когда утверждали предыдущие поправки, никто не проанализировал вероятные последствия. Удастся побороть дефицит продукции, а сельхозпроизводителям и транспортникам это позволит закупать топливо по правильным ценам, поскольку максимальные цены не коснутся птвиков. Также мы аннулируем обязательный капитал размером 8 миллионов лейфа, а также сократим обязательный объём хранения горючего с 5000 кубометров до 1000. Торговля другими видами топлива будет разрешена только при условии, что на АЗС будут продавать и стандартный тип продукции, для которой будут регулироваться максимальные розничные цены. На пленуме присутствовал и директор Нары Евгений Карпов. По его словам, агентство поддерживает необходимость внесения поправок. Мы принимали участие в консультациях, выступали с предложениями, мы изучили мнение участников консультации. Этот проект отображает общее видение всего процесса. Весной этого года уже бывший независимый депутат Александр Олейник предложил вновь наделить на АЗС правом устанавливать максимальные цены на топливо, которые должны соответствовать котировкам ПЛЭЦ. Проект утвердили в парламенте. Глава государства Майя Санду его промульгировала, но сразу же заявила, что закон недостаточно продуман. Ранее сам Александр Олейник в интервью для ТВ8 отметил, что не отказывается от своей законодательной инициативы, а также не считает, что новая методология расчёта цен спровоцировала беспорядок на топливном рынке.